Ла-ла-ла-ла-ла, ту-ду-ду-ду-ду-ду, ла-ла-ла-ла-ла, хоп! Ммм, как вкусно! Орео идеально сочетается с молоком! Особенно, если печенье макать в молоко! А вот и еще одно! Но если Орео сочетается с молоком, то и пицца сочетается с колой! Няу! Сэмми, это плохая идея! Но я знаю способ, как соединить колу и пиццу! Я тоже знаю! Я выпью всю колу! А затем съем всю пиццу! И они соединятся в моем желудке! Мой способ пооригинальнее и поэстетичнее! Какой бы способ ни придумала Сью, я все равно съем всю пиццу и выпью всю колу! Сью, зачем ты включила вентилятор? Это не вентилятор, а своеобразный веер! Но твоя интуиция тебя не подвела! Ведь это листы из банок, которые мы не использовали в нашем прошлом крафте! Ребята, ставьте лайки, если вам понравился наш вентилятор из банок Кока-Колы! О, молодец, Сэмми! С помощью этих схем мы превратим бывшие баночки колы в детали для нашего крафта! Я обожаю крафты, связанные с готовкой! А ты, Сэмми? Ребята, ставьте лайки, если вы тоже до сих пор не понимаете, что мы делаем! Эм, Сью, я ни на что не намекаю, но мне бы очень хотелось узнать твою оригинальную идею крафта! Сэмми, ну подумай, как можно соединить колу и пиццу? Я тебе уже говорил свой вариант, но ты сказала, что он неэстетичный! Но ведь уже было столько подсказок! Неужели ты так и не догадался? Какие еще подсказки? Просто скажи, что мы мастерим! Разве тебе не интересно угадать самому? Давай, Сэмми, потренируй мастер! Он у меня и так интерактивен! Ну так и быть, попробую! Возможно, ты хочешь сделать оригинальную коробку для пиццы! Ой, Сэмми, как банально! Мимо! В смысле банально! У меня просто было мало времени! Может, это пицца из банок для колы? Уже пооригинальнее, но опять промах! Масью! Хватит тайн! Расскажи уже! В каждой женщине должна быть загадка! Ну, не каждый слайм не любит загадки! Так и быть! Подскажу еще немного! Подумай логически! Откуда появляется пицца? Из коробки! Ну, а в коробку она откуда попадает? Из пиццерии! Сэмми, я имею в виду, как она вообще появляется! Ладно-ладно! Я сразу понял, о чем ты! Просто хотел, как и ты, быть загадочным! Тебе нужно еще много тренироваться, чтобы достичь моего уровня загадочности! Так мы и делаем печку! Бинго! Эта печка станет отличным дополнением к той кирпичной печке, которую мы делали в прошлый раз! Сэмми, я даже не знаю, зачем тебе столько печек! Больше печек, больше пицц! Основа для нашей печки готова! По-моему, получается очень эстетично! Сью, я постиг твое мастерство и понял, как быть загадочным! Сэм, загадочность требует долгих тренировок! Не думаю, что ты мог так быстро научиться! Тем более достигнуть моего уровня мастерства! Спорим, ты удивишься? Ха, думал я испугаюсь! На что спорим? Проигравший приготовит сто маленьких пицц в печке, которую мы делаем! Готово? Я что-то, что сильно пахнет! Но только когда не примешь душ! Сью, не смешно! И ты сбиваешь мою загадочность! Я что-то, что сильно пахнет! Но я не пара носков! Я еда, порезанная на кусочки! И доставляюсь в коробке! Можешь не торопиться! Это сложная загадка! Я даю тебе время подумать! О, спасибо, добрый Сэм! Пожалуй, воспользуюсь этим временем, чтобы объяснить ребятам, что мы сейчас делаем! Друзья, сейчас мы наносим клей на край детали и закрепляем его прищепкой для того, чтобы клей схватился! Так нужно повторить с каждым краем детали! Ну что? Уверен, ты не знаешь правильного ответа! Пицца! Что? Это была суперсложная загадка! Как ты угадала? Ах, Сэмми, я же тебе говорила, чтобы достичь моего уровня загадочности, нужно много тренироваться! А тебе потребуется много времени, чтобы приготовить сто пицц! О, Сью, я был уверен, что выиграю спор! Сто пицц – это слишком сложно и слишком долго! Ладно, Сэмми, у меня есть идея! Я знаю, как ты можешь расплатиться! Что-то мне не по себе! Сэмми, ты готов отработать проигрыш? Эмм, Сью, твоя загадочность становится все более пугающей! Не переживай, я дам тебе легкое задание! Тем более, мне очень понравилась твоя загадка! Ребята, будьте аккуратны при работе с зажигалкой! Попросите помощи у взрослых! В принципе, если заранее подготовить все продукты, то приготовить сто пицц не так уж сложно! Но если ты настаиваешь! Нет-нет-нет, Сью, я с удовольствием выполню новые задания! Вот и слабненько! Слушай внимательно! Тебе нужно придумать рецепт супервкусной пиццы, которую мы потом приготовим в нашей печке! Давай, Сэмми, я в тебя верю! Повер Слайм Сэм готов приступить к заданию! А пока Сэм генерирует идеи, мы продолжим делать печку! Ребята, еще раз напоминаю, будьте осторожны с зажигалкой! Эмрика! Ну и что же ты придумал? Кока-коловую пиццу! И все-таки ты решил объединить колую пиццу в своем желудке! Да ты только послушай! Эта пицца приготовлена по моему оригинальному рецепту! Я уже догадалась! Тесто выпечено из лучших сортов муки! С добавлением свежей кока-колы! Подарит незабываемое гастрономическое удовольствие! Сэмми, ты очень красиво говоришь! Но я не уверена, что мой желудок обрадуется такому сочетанию! Но ведь там еще будет сыр! А-а-а! Ну это существенно меняет дело! Сью, ты не понимаешь! Кулинария – это искусство! А искусство требует риска! Но я не хочу рисковать своим здоровьем! Ерунда! Гении часто не ценились своими современниками! Сэмми, я тебя ценю и люблю! Просто порой ты бываешь слишком гениален! Ах, к сожалению, это правда! Ребята, смотрите, какая классная печка у нас получается! Подьте лайки, если вам она тоже нравится! И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередную гениальную идею Сэма! Я уверена, в этой печке будет получаться мега вкусная пицца! Кока-коловая! Сэм, как ты думаешь, можно ли бумагой разрезать железную банку? Ну, если мы учтем плотность банки и силу трения при соприкосновении... Можно! Я так и хотел сказать! Сэмми, раз уж ты такой физик, скажи, какую часть печки мы сейчас делаем? Вообще-то я повар слайм! К тому же, это слишком простой вопрос! Очевидно же, что мы делаем крышку для печки! Она нужна, чтобы сконцентрировать тепло на маленькой площади, что необходимо для того, чтобы пицца получилась вкусненькой! Ого, ты удивляешь меня своими познаниями! Ты прав, в нашей печке пицца должна получиться очень вкусной! Ага, особенно кока-коловая пицца! Ее оригинальный рецепт не оставит никого равнодушным! И все-таки я предпочитаю традиционную пиццу! Ха, традиционную! Что за сарказм, Сэмми? Знала бы ты, о чем говоришь! Я знаю, о вкусной пицце с колбасой, томатным соусом и кучей сыра! Ах, мой наивный друг! Не хочу тебя расстраивать, но пицца не всегда была такой вкусной! Давным-давно пицца была едой для бедных! И что? А то, что на хлебную лепешку клали самые дешевые и доступные продукты! В основном это был чеснок! Фу! И даже сыром сверху не посыпали! Какой там сыр? Они ее даже колой не запивали! Пицца без сыра и без колы звучит не очень-то аппетитно! Не то что кока-коловая пицца! Сью, здесь необходима дверь! Сэм, ты читаешь мои мысли? Я и не такое могу! О, это я знаю! Например, ты можешь изобретать новые несъедобные рецепты! Сью, ты еще даже не попробовала мою пиццу, а уже делаешь выводы! Прости, Сэмми, ты прав, нельзя делать преждевременных выводов! Вот именно! А вдруг моя пицца станет самой вкусной и известной во всем мире? Было бы круто! Только представь, ты откроешь свою слайм-пиццерию! Где будут готовить пиццу по твоему оригинальному рецепту? Спички, которые мы с тобой сделали! Можно бесконечно смотреть на то, как горит огонь! И на то, как Сэм готовит пиццу! Сью, мы будем готовить вместе! С удовольствием! Давай положим твою мини-пиццу в печку! Вот так! Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, если вам понравилась наша идея объединения колы и пиццы! А самое главное, если вам понравилась печка, которую мы сделали! Теперь самое время попробовать нашу вкусную пиццу! Разгори меня, Чеддер! Какой аромат! Эта пицца просто восхитительна! Ребята, пицца не может больше ждать! Мне нужно срочно ее съесть! Скоро увидимся! Пока-пока! Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok